Встреча, которая состоялась 11 января, фундаментально фиксирует, что Нагорно-Карабахский конфликт как таковой уходит в историю. Безусловно, Азербайджан — это та страна, которая восстанавливает свою территориальную целостность. Это самое главное достижение, это победа Азербайджана в этой Отечественной войне. Очень важно, что отметила президент Российской Федерации на этой встрече о том, что это был момент, связанный с исторической справедливостью. И мы, безусловно, понимаем, что историческая справедливость — это возврат оккупированных территорий в состав Азербайджана. То есть, более того, как акцентировала президент Азербайджана внимание на этой встрече, очень серьезное внимание будет уделяться новым экономическим возможностям, поскольку долгосрочный устойчивый мир, который по итогам данного соглашения устанавливается в регионе, он, безусловно, гарантирует и очень большие возможности для дальнейшего экономического развития региона. Что касается Армении, то, безусловно, армянская сторона должна понимать, что любые попытки, связанные с реваншистскими настроениями, уже тоже должны уйти в прошлое, поскольку никакого пересмотра не может быть. В противном случае это чревато очень серьезными последствиями, о чем свидетельствует и позиция России, в том числе непосредственно российского руководства. Значит, что в регионе формируется новая реальность, и эта новая реальность, о чем неоднократно говорил президент Азербайджана, она соответствует интересам всех региональных стран, в том числе России, Азербайджана и Армении. И, безусловно, Российская Федерация укрепляет свои позиции в регионе в качестве ключевого ведущего модератора региональных процессов. Очень важно, что и вопросы безопасности и экономического сотрудничества сегодня будут развиваться в интересах стран этого региона. Мы надеемся, что те соглашения, которые на 11 января уже получили фундаментальные закрепления, это действительно новая реальность и новый этап в развитии региона. Переговоры трех лидеров в Кремле дали важный практический результат. Это соглашение об открытии транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванию. Проект исключительно важный, актуальный, и он даст мощный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества в регионе. Это выгодно абсолютно для всех, включая и Армению. Ну и самое главное, что после того, как подведены итоги боевых действий в Нагорном Карабахе, где убедительную победу одержал Азербайджан, собственно, вместо войны наступает время реализации экономических проектов. И первый из таких проектов согласован и начнет реализовываться в самое ближайшее время. Политическое решение принято, три лидера одобрили этот проект, и он обретет конкретные очертания в ближайшее время. После того, как в Карабахе создана руками Азербайджанской армии и нашего Верховного Главнокомандующего создана новая реальность, этот коридор, который соединит основную часть нашей страны с Нахичеванской автономной республикой, через нее с Республикой Турции, это очень важно для нас. Есть четкое понимание у всех сторон конфликта и у международных посредников о том, что этому коридору быть. Есть общий фреймворк, рамки того, как этот коридор будет функционировать, как будет обеспечиваться безопасность для грузов, которые будут, и людей, которые будут проезжать по этому коридору. Это, наверное, основная выгода для Азербайджана. Что касается Армении, то на самом деле выгод для них тоже достаточно. Они получат железнодорожное и автомобильное сообщение с Российской Федерацией через территорию нашей страны, они получат транзит, а транзит это в первую очередь доходы с этого транзита, они получат доступ к региональным проектам, от которых они были изолированы все последние три десятилетия. Мы много говорили раньше о трехстороннем формате Азербайджан, Грузия, Турция, о трехстороннем формате России, Азербайджан, Иран. Все эти форматы обладали и обладают огромным экономическим потенциалом, они выгодны для всех участников этих форматов. Но республика Армения 30 лет находилась вне этого сотрудничества. Не будь оккупацией, не будь конфликта с Азербайджаном, не будь этой агрессии, всем было бы лучше. Если коротко, от этой ситуации выиграли бы все. И сейчас у Армении появляется, наверное, последний шанс в своей истории начать жить по-человечески, со своими соседями. Стороны подтвердили свои намерения и неизбежность исполнения заявления от 9 ноября. То есть основная угроза, которая до этого виделась, это возможность неисполнения нарушения заявления от 9 ноября армянской стороной, из-за того, что там активировались оппозиционные силы партии войны карабахского клана Фарксяна и Кочаряна и другие тоже силы, которые пытались и продолжают пытаться попросту свергнуть Никола Пашиняна для того, чтобы взять власть в стране. Они при этом не уточняют, что они собираются делать с самим заявлением из позиции России по этому заявлению, которая намерена продолжать гарантировать стабильность на Южном Кавказе своим там присутствием, пока это необходимо. Но вот они стремятся к власти. Было очень важно, что Владимир Путин в своем вступительном слове и в заключительном слове не прямо, но косвенно определенными словами подчеркнул, что Россия поддерживает Никола Пашиняна как легитимного руководителя Армении и намерена именно с ним работать над исполнением обязательств Армении, следить, чтобы Армения их исполняла. То есть, таким образом, Россия послала месседж армянским оппозиционным силам, которые борются с Пашиняном, что Россия это не одобряет, что она желает, чтобы Пашинян оставался у власти, а он легитимный руководитель, и, собственно, как легитимному руководителю ему нет нужды ни уходить в отставку, не просто потому, что это его требует, ни потому, что требует неочередных парламентских выборов. То есть, в принципе, с точки зрения России Пашиняна может совершенно спокойно досидеть до следующих по очереди, по плану парламентских выборов, а там уж будет, что будет. Еще одна тема. Уточнили, конечно, миссию российских миротворцев. Появились дополнительные наблюдательные посты в Лачинском коридоре, потому что вторая проблема – это то, что в Ханкинде продолжают ездить из Армении граждане Армении, политики армянские, и проводить там переговоры с сепаратистами, как если бы ничего не было. Об этом на днях говорил Ильхам Алиев, что необходимо это прекратить. И мы можем видеть по появлению этих постов, что, скорее всего, Россия усилит контроль и перестанет пускать граждан Армении без азербайджанской визы, или, собственно, в Азербайджан. Это тоже важный момент.